Привет, меня зовут Наталья, мне 42 года и я плюс сайс, но я считаю, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте и при любом весе. Поэтому у себя на канале я рассказываю о том, как поддержать увядающую красоту при помощи уходовой косметики, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки при помощи косметики декоративной и немножко о стиле и кардеробе для девушек с пышными формами, как я сама. Если это звучит как что-то для вас интересное, добро пожаловать! Подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада пообщаться с вами в комментариях под моими видео. Сегодня поговорим об отличном корейском бренде, который называется Dear Klairs или просто Klairs. Я попробовала 13 или 14 продуктов в зависимости от того, как считать их листовые маски, как у них два вида, как просто листовую маску или как две позиции. Естественно, это не весь ассортимент этого бренда, у них гораздо-гораздо больше средств, но на основании того, что я попробовала, я пришла к выводу, что это отличный базовый уход для разных типов кожи, здесь можно подобрать, который прекрасно подходит, чтобы использовать его в комбинации с активами от других марок. Я знаю, что у Klairs есть какая-то сыворотка с витамином С, но по отзывам мне показалось, что она мне не понравится, поэтому я её не пробовала, но таких серьёзных активов типа BHA кислоты или ретинола я у них в ассортименте не припоминаю. Так что, по моему мнению, это такой отличный базовый уход. И давайте я буду рассказывать о продуктах и показывать их по ходу, как мы обычно используем, начиная от очищения и заканчивая масками. Гидрофильное масло марки я приобрела вот в такой миниатюрке. Я предпочитаю масляное очищение твёрдыми бальзамами, но в дорогу, в поездке периодически беру с собой вот такие вот миниатюрки, поэтому мне было очень удобно. Ну и на самом деле гидрофильное масло – это то, о чём можно очень быстро составить впечатление, не нужно долговременное использование. Слушайте, оно мне очень сильно понравилось. У него какой-то есть… почти что ничем не пахнет, но вот какой-то… Когда в тёплых руках намазываешь на лицо и смываешь горячей водой, присутствует вот этот аромат такой же, как у моего самого-самого любимого масла гидрофильного, японского от марки FUNKL. Я вставлю на экране картинку, как оно выглядит. У меня какая-то ассоциация с кедровыми орешками, с чем-то таким. Но это настолько неуловимый запах, что надо прямо очень-очень сильно принюхиваться. Хотя я не знаю, у меня не суперчувствительный нос, так что, может быть, кто-то другой будет сильнее замечать. Но, на мой взгляд, можно считать, что масло практически без запаха. Отлично очищает, легко эмульгируется, легко смывается. Со всех сторон прекрасное масло. Если бы я решила переходить именно на масляное очищение в жидкой форме, это был бы один из достойнейших кандидатов. Может показаться, что я довольно сдержанно о нём отзываюсь, но на самом деле из гидрофильных масел, что я пробовала, это, я бы сказала, одно из лучших. Просто я сама предпочитаю бальзамы в твёрдой форме. Тонеры – это, на самом деле, тоже такое средство, которое довольно быстро я понимаю, как себя ведёт в моём уходе. И я попробовала два вот таких в миниатюре. Один – это Supple Preparation Unscented Toner, и второй – это Daily Skin Hydrating Water. Мне нужно сейчас даже их намазать и попробовать. Мне кажется, что больших различий я между ними не нашла. Сейчас я вот нанесла на руки. Оба они как водичка, оба они абсолютно без запаха, оба они легко впитываются. И, насколько я помню, оба для моей склонной к сухости кожи достаточно лёгкие. Они легко наслаиваются. Можно использовать по методу семикож, то есть наносить в несколько слоёв. Если интересно, вот здесь ссылка будет по сплавающей подсказке на моё видео про этот метод. То есть, если я чувствую, что мне мало, я могу тонер любой на самом деле наслоить. Но в данном случае я всё-таки предпочту эти миниатюрки использовать на лето, когда у меня кожа становится чуть более нормальная и склонная даже жирниться в Т-зоне в сильную жару. И тогда они мне зайдут прям совсем на ура. Обычно такой формулировки универсальные тонеры у многих корейских марок, которые подходят, в принципе, любому типу кожи. Сухой кожи в зимний период, когда включено отопление, может быть маловато такого тонера в один слой, но всегда можно наслоить и добавить ещё какую-то сыворотку. Сейчас вот оба они полностью впитались, и на обеих руках одинаково увлажнённая кожа. Может быть, чуть-чуть вот этот вот Supple Preparation Unscented Toner, может быть, чуть-чуть он более увлажняющий, чем Daily Water. Но не радикально. Следующий продукт, о котором я буду говорить, он радикально отличается, там гораздо более глубокое увлажнение. Эти оба очень лёгкие, в принципе, на мой взгляд, подойдут любому типу кожи, но скорее я бы рекомендовала жирнокожиком их. А вот этот продукт я как раз наоборот, жирнокожиком бы не рекомендовала. Это, ну, по сути, тоже тонер, но он в формате спрея. Называется Fundamental Ampoule Mist. У него довольно хороший такой спрей, хорошо распыляет. Но проблема в том, что вот здесь как раз-таки сам состав очень-очень глубоко увлажняющий, настолько, что может оставлять даже липкость на коже, если перестараться с ним. И для меня это как раз такой, ну, как бы, зимний продукт. И в этом заключается его, ну, недостаток того, что он упакован в формат спрея. Потому что такой тяжелый тонер, если попадает на волосы, то они очень сильно жирнятся, теряют объем. И, соответственно, мне неудобно именно этой формулой пользоваться в формате спрея. Я бы предпочла, чтобы вот этот тонер я наливала в ладошку и наносила его на лицо ладонями. А вот что-то такое более легкое, что на волосах не оставляет такой тяжести, можно было бы уже перепаковать в спрей. Для моей сухой кожи эта формула как раз на зиму, то, что надо. В один слой его достаточно, при необходимости можно добавить, но обычно в этом нет никакой потребности. По своей вот степени вязкости и по ощущениям на коже, он мне очень напомнил тонер с инжиром от марки I'm From. Опять же, вставлю на экране картинку, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот они прям как братья родные. Если бы поменять местами бутылки, я бы, наверное, даже не отличила. Запаха я у него никакого не чувствую. Я немножко чувствую запах пластика, но мне кажется, что это банка пахнет. Когда я его использовала на лицо, неважно, разбрызгивала или наливала в ладошку, я не чувствовала абсолютно никакого запаха. Отличный продукт для сухой кожи, если вы не боитесь небольшой липкости. И, скорее всего, неподходящий продукт для жирной кожи. Хотя, что я могу знать, у меня, в конце концов, жирной кожи нет. И часто бывает, что продукты, которые, как мне кажется, не подойдут жирной коже, жирнокожики пишут отзывы, что они им очень нравятся. Но, на мой взгляд, это все-таки скорее ориентировано на сухую кожу. Я, скорее всего, повторно его покупать не буду именно из-за формата выпуска. То есть, зачем мне покупать в спреи и мучиться либо переливать в другую банку, если я могу просто взять практически идентичный от I'm From. Я, кстати, не помню, что у них по соотношению объем цена. Может быть, я оставлю на экране картинки и напишу. Не знаю, какой из них более выгодный, вот так вот прямо из головы. Но я, скорее всего, возьму лучше тот, потому что здесь просто формат выпуска не мой самый любимый. Но если вы любите спреи, то это прям супер для сухой кожи. С этой сывороткой я лопухнулась, честно говоря, сама. Потому что, я не знаю, мне кажется, у Клейрс есть у многих продуктов две версии с запахом и Unscented без запаха. И обычно та, которая без запаха, она маркирована Unscented, а та, которая с запахом, на ней просто ничего не указано. И вот эти сыворотки, две абсолютно в идентичных упаковках, с идентичными этикетками, только на одной Unscented Rich Moist Soothing Serum, а на моей просто Rich Moist Soothing Serum. Я была уверена, что я взяла без запаха, но, тем не менее, оказалось, что все-таки я взяла с запахом. Сыворотка гелевая, прозрачная абсолютно. Запах у нее какой-то, ну, парфюмированный, я бы сказала, какая-то парфюмированная отдушка. Она не очень тяжелая, не очень насыщенная, не очень меня напрягает на самом деле. Но, тем не менее, она есть. Из этих соображений я уже бы эту сыворотку не купила. То есть, если бы мне понравилась текстура, я бы ее повторила в версии без запаха. Потому что зачем иметь уход с запахом, если можно иметь уход без запаха. Я всегда предпочту уход без запаха, за исключением редких случаев, когда аромат меня просто в наркотический транс повергает. Но в данном случае мне не очень понравилась эта сыворотка по текстуре. Она такая гелевая, вроде бы увлажняет, но у меня есть ощущение, что такой как тонкой пленочкой лежит на коже и немножко подстягивает. По крайней мере, осенью и зимой мне она не зашла. Я вполне допускаю, что летом она будет хорошо, но из вот подобных гелевых сывороток увлажняющих это не станет моей самой любимой. Моя, наверное, самая-самая любимая это увлажняющая ампула от Pink and Yule. Вставлю на экране картинку, как она выглядит. Она по текстуре более тяжелая и навряд ли понравится девушкам с жирной кожей, но для моей кожи она прям как вот глоток воды. А это сначала вроде как глоток воды, а потом такая как будто пленочка чуть-чуть подстягивает. Так что эту я не знаю. Я бы никому не рекомендовала, но если хотите пробовать, берите, конечно, Uncented версию без запаха, потому что это просто лишнее. Не то чтобы плохой аромат, но просто зачем он. Следующий продукт тоже скорее рассчитан на жирнокожиков, поэтому я не стала брать полный размер, а взяла миниатюрку, тем более что полный размер в баночке идет, а миниатюрка в формате тюбика. Всегда удобнее тюбик. Это крем-гель. Вот такой вот он по текстуре. И называется он Fundamental Water Gel Cream. И он довольно-таки текучий. Я бы вообще сказала, что по текстуре это что-то типа молочной сыворотки, вот как Bortex, например, у Medipil. Вот текстура примерно такая, потому что сразу, мгновенно он превращается в жидкость на коже, очень быстро впитывается, увлажняет, но очень-очень легонько, и никакой тяжести кожи абсолютно не придает. Мне он совершенно точно на зиму вообще никак, но только если в качестве увлажняющей сыворотки можно использовать. Но я его оставила летом в жару. Это очень приятная штука, и опять же будет у меня удобный формат для путешествий. Повторюсь, сухокожиком это только если в формате увлажняющей сыворотки, но не очень удобно пользоваться увлажняющей сывороткой из банки, если вы покупаете полноразмер, поэтому скорее мимо этого продукта сухокожики проходите мимо. А жирнокожиком, если любите такие очень-очень легкие, но хорошо увлажняющие крем-гели, то это прям то, что надо. Без вкуса, без цвета, без запаха, по-моему, все эти продукты без алкоголя в составе, и по большей части, по-моему, они без синтетических ароматов и эфирных масел в составе. Два продукта, которые меня, к сожалению, разочаровали, это дуо для глаз из той же серии Fundamental, значит, Fundamental Eye Awakening Gel и Fundamental Nourishing Eye Butter, то есть пробуждающий гель и питательный баттер. Ну, во-первых, меня расстроило то, что никакой это не баттер. Ну, по крайней мере, в европейском понимании, когда вот покупаешь крем, на котором написано «баттер», то это что-то такое, что надо, как это, ногтем отковыривать, плотная такая жирная текстура, типа вот как баттеры для тела, и я очень удивилась, когда увидела тоненький носик, и уже сразу поняла, что это что-то не то, или будет тяжело выдавливать, но это, на мой взгляд, скорее жирненькая эмульсия по текстуре, то есть выдавливается вот так сначала просто как крем, но когда начинаешь размазывать, моментально становится прозрачной, и растягивается очень хорошо, и довольно быстро впитывается. В общем, я не получила от этого крема ничего, что я рассчитывала, он недостаточно жирный, он недостаточно питательный, для меня это исключительно на летнее время вариант, на зиму сейчас мне этого маловато, но я люблю, с другой стороны, под глазами жирный жир, поэтому я была расстроена, я ожидала чего-то совершенно другого. Что касается вот этой сыворотки под глаза, то тут, может быть, я не в состоянии её оценить, потому что если она заявлена как awakening, то, по идее, она должна снимать отёчность. Что здесь написано? Глубокое увлажнение, экстракт чая, то есть, да, экстракт чая – это кофеин, это, соответственно, снятие отёков, охлаждение и освежение, ну и что веганская формула, что веганская мне по барабану, но поскольку я не страдаю отёками, то я не увидела от этой сыворотки ровно ничего. Я, скорее всего, даже не буду её использовать чисто на глаза, я её буду добивать как увлажняющую сыворотку на всё лицо, и да. Я пока что для себя не вижу необходимости в отдельной сыворотке под глаза, пока я ничего не нашла такого, что давало бы заметный результат по сравнению с тем, что я использую просто крем или сыворотка плюс крем, именно на зону под глазами, я не вижу никакой разницы. Может быть, дело в том, что я все практически сыворотки, ну, кроме каких-то ядрёных активов, наношу и под глаза тоже. Поэтому если я пользуюсь какой-то увлажняющей сывороткой на всё лицо, я наношу её и под глаза, и поэтому эта штука не делает никакой погоды. В общем, эта пара меня разочаровала, но не в том смысле, что это плохие продукты, они хорошие, достойные, и если вы не ждёте жирного жира под глазами, то смело можете брать. И если вы любите вот такие вот гелевые... Я знаю, что многие люди, у кого не сильно сухая кожа век, любят только такой сывороткой пользоваться без крема. Для меня это совершенно невозможно, невероятно, поэтому для меня это промах. Ну, а сами по себе продукты неплохие, просто, ну, не для меня. Я ждала чего-то более жирненького. В очередной раз убеждаюсь, что с корейскими кремами для кожи вокруг глаз мне не по пути, хотя в данном случае нет вот этой такой бальзамистой силиконовой текстуры, которую я терпеть не могу, которая как будто бы лежит плёнкой. И этот крем, ну, скорее всего, в летний период я легко изведу, и буду вполне им удовлетворена, но повторять не буду. Мне кажется, следующий продукт мой самый любимый из всей линейки, хотя они мне все понравились, и все, я бы сказала, если бы мне попали бесплатно или в подарок преподнесли, я бы всеми ими пользовалась, ничего бы не стала выбрасывать или кому-то отдавать, но вот эта штука меня приятно удивила. Причём я начала пользоваться, когда ещё было достаточно тепло, и кожа моя была нормальная, я бы так сказала. И не вполне оценила. Это Fundamental Watery Oil Drop, но вы не подумайте по названию, это не масло, это просто ультра увлажняющая сыворотка. Она настолько ультра увлажняющая, что когда я пользовалась ей в состоянии, когда моя кожа была нормальной, мне было перебор. Мне казалось, что она оставляет липкость, она слишком тяжёлая, хотя она очень лёгкая по текстуре, очень такая водянистая, но она оставляет на коже липкость, и мне было тяжеловато. Но я специально откладывала этот обзор до зимы, чтобы попробовать её на сухой коже, и тут я приехала из Польши, у меня дико была пересушена кожа, и как я нанесла эту сыворотку, как её моя кожа сожрала, полностью никакой липкости, никакого следа не осталось. Так что я должна сказать, что это средство именно для людей с сухой кожей, и то даже если вы не супер против того, что может остаться какая-то липкость. Потому что у нас же неравномерно на лице кожа не так, что везде она сухая, или везде она жирная, или обычно у всех людей практически комбинировано. То есть даже если в целом кожа сухая, то на каких-то участках более сухая, а на каких-то менее. Вот там, где менее, эта сыворотка может оставить липкость. Но зимой сейчас я от неё просто в диком восторге, и когда была более тёплая погода, я наносила её просто под глаза, на носогубки и на центр шеи, то есть на мои самые-самые сухие места, которые наиболее склонны пересыхать. И мне очень нравилось, и сейчас на всё лицо просто балдёж и восторг. Я не могу сказать, что она как бы что-то заменит. Вот ту же ампулу от Pinkongue, она не заменит. Это два совершенно разных продукта. Она очень экономичная. Я, наверное, уже, не знаю, полгода, довольно долго, несколько, много-много месяцев уже ей пользуюсь. Но первое время, как я сказала, я так зонирована. Сейчас я пользуюсь ей на всё лицо, и она очень медленно расходуется. Так что это средство меня приятно удивило, и наравне с гидрофильным маслом это мои фавориты. Я не думаю, что я буду повторять гидрофильное масло, если только миниатюрку, чтобы вот брать с собой в поездки. Но вот эту сыворотку я, скорее всего, буду повторять. Но это будет ещё не скоро, потому что подозреваю, что полбутылки у меня ещё на следующую зиму останется. Летом я её отложу в холодильник, потому что, ну, нет смысла летом мучиться. Хватает мне, чем пользоваться. Нет смысла там зонировано наносить. А вот на зиму это просто суперштука. Наверное, самый знаменитый продукт марки – это их голубой успокаивающий крем Midnight Blue Calming Cream. Он с азуленом, с центеллой, и, по-моему, масло голубой пижмы ему этот цвет придаёт. У него есть два объёма – 30 мл в банке и 60 мл в тубе. И, ну, конечно, если вы боитесь сразу покупать большой объём, то, может быть, вам банка и лучше. Но, в принципе, я рекомендую брать тубу. Она гораздо выгоднее получается по деньгам. И, конечно же, удобнее пользоваться, чем лазить пальцами в банку. Он вот такой вот нежно-голубой. Достаточно легко распределяется по коже. Но это не крем-гель. Это такой прям крем-крем. И у него очень интересное. Он даёт первый момент такой, как жирный блеск на коже. Но потом он через некоторое время впитывается полностью. И даже я бы сказала, что зимой, когда моя кожа пересушена, мне его, даже вот с предыдущей сывороткой, может показаться маловато. Если прям всё нормально с кожей, как бы всё в порядке, то окей, его достаточно. Но если прям сухо-сухо, то я наношу вечером поверх ночную маску или днём наношу санскрин с увлажняющими компонентами. И тогда просто отлично он работает. Если честно, я не знаю, насколько он успокаивает сам по себе. Потому что, когда у меня кожа разоржена, я в ход пускаю весь свой ассортимент успокаивающих средств. И не пробую тестировать, не пробую экспериментировать, а поможет ли, если я только крем буду успокаивающий использовать. Но в комбинации с другими моими средствами он даёт успокоение. Но я не сказала бы, что из всего, что я попробовала, он самое радикальное. Самое радикальное успокоение, вот если хотите одно успокаивающее соцсредство, то это вот здесь по всплывающей подсказке мои фавориты ухода 2022 года. И там сыворотка By Wishtrend с керамидами и центеллой. Вот это просто одно средство сразу очень хорошо успокаивает кожу. Этот крем только в тандеме с другими какими-то. Но, тем не менее, он мне понравился. Вполне допускаю, что я буду его ещё брать. Следующий зимой, на лето мне такое, в принципе, без надобности. У меня только зимой может какое-то раздражение возникать. И он, опять же, сформулирован так, что, в принципе, может подойти любому типу кожи в зависимости от того, что вы наносили под него. Если вы жирнокожик, то для вас это вариант на зиму, на вечер, и под него нужно наносить продукты полегче. То есть, вот это сочетание для жирнокожиков никак. Вот это сочетание, лёгкий тонер и такой крем, вполне, возможно, подойдёт. Может быть, ещё какую-то сыворотку добавить, а может быть, даже и не надо. А для сухокожиков, как я уже сказала, это может быть немножко маловато. Даже при таком серьёзном наслаивании придётся ещё добавить ночную маску. Но это зависит от того, что вы любите и что вы предпочитаете. Он, опять же, без запаха, без никакого. И вот сейчас уже, видите, полностью впитался, и никакого жирного блеска от него нет. Единственный недостаток этого крема небольшенький. Иногда при использовании в уходе масла он может скатываться. Это почему-то происходит не всегда. Может быть, зависит от того, какой я промежуток времени оставляю. Может быть, если подольше дать маслу впитаться и потом нанести этот крем, то всё будет нормально. Я обычно масло под крем наношу. Я знаю, что есть любители масла на крем, но мне вот больше нравится под крем. И вот он с маслом иногда может конфликтовать. Для меня это минус, но небольшой, потому что, как я сказала, это не каждый раз происходит. И думаю, что связано с просто временным промежутком. Надо дать маслу больше времени впитаться, и тогда всё будет замечательно. И ещё один крем этой марки я попробовала. Вот такой вот Rich Moist Soothing крем. То есть насыщенный, увлажняющий, успокаивающий крем. Это вот уже точно не для жирнокожиков. Он не универсальный. Он довольно-таки плотный. У меня уже совсем мало осталось. Ну ладно, я не буду сейчас выдавливать. Я всё равно сделала подсъёмку и покажу вам вблизи его текстуру. Он белый, достаточно плотный, питательный. Я не скажу, что это самый-самый жирный крем из тех, что я пробовала. Была у меня, мне кажется, в Инстаграме подборка суперпитательных кремов, он в неё не вошёл. Но он всё равно, он очень питательный, насыщенный для сухой кожи, на зиму, на вечер подходящий. Не лидер, но, тем не менее, такой серьёзный, солидный хорошист. Единственный его недостаток, подписчицы обратили моё внимание, что во второй половине списка у него присутствует эфирное масло лаванды. За счёт этого у него есть небольшой аромат, очень слабый, очень ненавязчивый, но, тем не менее, он есть, и если у вас кожа очень сильно реагирует на эфирные масла, то, наверное, имеет смысл его пропустить. Я не заметила, чтобы даже когда моя кожа сильно раздражена, сильно воспалена, это эфирное масло как-то негативно влияло, какой-то негативный эффект оказывало. Но, тем не менее, всё-таки, наверное, я его повторять опять же не буду, поскольку, как я уже сказала, есть у меня в арсенале, есть у меня не в запасах, в смысле, в холодильнике, а в запасах, в смысле, в уме, в списках фаворитов крема, которые более питательные, более насыщенные. Если я буду себе покупать зимний и ночной уход, то я, скорее всего, возьму один из них. Но этот, в принципе, очень достойный. Тоже, по-моему, есть два варианта объёма. У меня туба 60 мл, но, по-моему, второй тоже в тубе, и не намного больше, что-то 80 или 90 мл, что-то такое. Ну, в общем, обращайте внимание, на картинках может выглядеть одинаково, но объём может быть разный. Ну и, наконец, ночная маска. Freshy Juicy Vitamin E Mask с неоцинамидом, аденаином и витамином Е, соответственно. У неё очень интересная текстура. Это у меня, кстати, вторая миниатюра. Я одну извела и купила вторую. У неё очень интересная текстура. Вам так не видно, но я под съёмку вставлю. Она как будто бы студень. То есть её нужно зачёрпывать как желе. Но потом у неё через некоторое время постепенно поверхность выравнивается и снова становится ровной. Если вы когда-нибудь пробовали винную маску от Holika Holika, то вот это такая же текстура, только молочная, а не прозрачная. Очень мне нравится с такими текстурами баловаться, но тем не менее эта штука моей любимой ночной маской не стала, потому что зимой, по крайней мере, вот этого ощущения плёночки на коже, укутывающего одеялка, она мне не даёт. Но летом она у меня заходит достаточно хорошо, потому что она такая освежающая, увлажняющая. И в зависимости от того, опять же, что я наносила под неё, это ощущение плёночки может быть или может не быть. Но для меня это такой типичный летний продукт, что обычно означает, что он универсальный и в теории может подойти любому типу кожи. Опять же, многое зависит от того, сколько наносить. Если нанести побольше или в два слоя, то эффект усилится. Эффект в смысле ощущения вот этого одеялка на коже, и когда с утра умываешься, что чувствуешь, что смываешь остатки ухода. А эффекта в смысле, что на утро я проснулась, и лицо у меня как попка младенца, я ни от одной ночной маски никогда в жизни не видела. Максимум, что они делают, это добавляют увлажнение, добавляют какое-то питание, но никакого радикального эффекта, никакого эффекта маски Золушки я никогда в жизни от ночных масок не видела. Так что, если этого ждёте, я не уверена, что она даст. Мне кажется, такой эффект дают косметические продукты только на коже, за которой регулярно не ухаживают. То есть, если целую неделю ничего не делать, а потом нанести ночную маску, то, может быть, и проснёшься. Вау, какая я королевна! А люди, которые регулярно, маниакально, как я, ухаживают за кожей, у них гораздо меньше шансов что-то такое увидеть. Но, тем не менее, продукт хороший. У меня ночные маски, особенно летом, уходят очень медленно, поэтому я её, если и буду повторять, то только вот в таких вот миниатюрках полноразмер. Мне совершенно точно не нужен, поскольку на протяжении всего года я не могу такой маской пользоваться. Ну и обычно у меня не одна, так что, ну, какой смысл? В ближайшее время повторять не буду, а там посмотрим в перспективе. Ну и, наконец, две их листовые маски. Они обе очень хорошие, обе входят в список моих фаворитов, потому что у них материал самой маски очень такой эластичный, эластичный, хорошо прилегающий к коже. Знаете, вот есть такие маски, которые накладываешь, а она по местам, где она была сложена, отстаёт от кожи и так слегка торчит. Я это страшно не люблю. Я люблю маски, которые так прям припечатываются к коже и не видно абсолютно этих мест, где они были сложены. Вот эти как раз такие. Обе они хороши, обе я повторяла многократно. Предпочитаю хранить их в холодильнике и использовать тогда, когда лицо у меня раздражено, обветрилось, была какая-то процедура травматичная типа лазера, и вот тогда я их использую, и кожа моя в восторге от них. Одни из списка моих самых-самых любимых ночных масок. Так что повторяла, повторяю и буду повторять. Пропитка очень насыщенная, очень увлажняющая, и людям с жирной кожей, опять же, может показаться тяжеловатой. Но это зависит, опять же, от того, как вы используете. Если вы используете только эту маску и всё, ничего под неё, ничего сверху, то, может быть, и окей вам будет. Я предпочитаю под маску нанести тонер, может быть, ещё какую-то сыворотку, потом иногда ещё и маслица. Но под эти нет необходимости, значит, плюхаю эту маску, и когда я её снимаю, я наношу ещё обязательно ночной крем или ночную маску, или даже и то, и другое. То есть стараюсь так максимально наслоить, но, повторюсь, я их использую тогда, когда с кожей какой-то ахтунг. Просто на такой повседневной основе я обычно беру что-то, что я ещё раньше не пробовала. Если у меня всё в порядке с кожей, то как раз самое время попробовать что-то новенькое. А это такие всё-таки сос-средства для меня, но рекомендовать могу с чистым сердцем. Вот, собственно, и всё, что я попробовала из бренда Dear Klairs. Повторюсь, то, что я сказала вначале, это отличный базовый уход. Не ждите от этих средств ничего сверхувлажнения и питания, никакого там антиэйдж-эффекта, никаких пептидов, по крайней мере, в тех продуктах, которые я перечислила. Никакого лифтинг-эффекта, разглаживания морщин, осветления пигментации, ничего этого здесь ждать не надо. Вы составляете себе базовый уход, увлажнение, питание, очищение из подобных продуктов. В зависимости от вашего типа кожи берёте одни или другие средства и добавляете к ним активы из какого-нибудь другого производителя или из этого производителя, возможно, есть активы, но мне, по крайней мере, ничего, ни на что мой глаз не упал. Я предпочитаю всё-таки брать базовый уход у корейцев, а активный уход у европейцев и американцев. Если вам было интересно, чем я накрашена, то на глазах у меня палетка Rose Quartz от Huda Beauty и на губах у меня помада Catrice из линейки Shine Bomb в оттенке 040. С этим макияжем я делала собиралку, в которой подводила итоги 2020 года и ставила цели на 2023 год. Если вам интересно посмотреть, как я крашусь и послушать мои рассуждения, то сейчас на экране будет всплывающая подсказка на это видео. Я же вас целую, обнимаю и до новых встреч. Пока!